Олег, Илья, видишь у метелки. Так красиво нотарит, пустой, но выглядит очень круто, а Алекс погнал наверх. Ебать! Я в шоке просто! Ооо, первый черкаш! Ребятки, всем привет! С вами Олег Прощанов и мы в Лиепае. Это город в Латвии, находится на западе. Здесь куча заброшек, сейчас будем пробовать залазить. Высокий забор, а территория гигантская. Сейчас перелезем, посмотрим, что там есть. Погнали! У меня не получится, короче, записать самого себя, поэтому я без камеры залезу. Перелез через забор, забор высоченный. Залезли на территорию. Тут сразу с обхода раковина. Валяется. И начинаются вот такие огромные здания. Алекс полез, как скалолаз, по стене. А здесь лежит противогаз в траве. С разбитым очком. Новый уровень, выходим на новый уровень. Перелезли через вот тот огромный забор. Дима стоит уже на очереди, готовится. А Алекс погнал наверх. Я в шоке просто. Ребят, а мы пойдем, как настоящие профессионалы, через открытую жирную дверь первого этажа. Вау! Вот это здесь жесть! Сейчас сделаем красиво. Вот так. Может быть еще ярче. Вот так. Почешем лоб. Можно идти дальше. Инвентарь для тушения пожара. Опись инвентарного имущества. Короче, здесь какой-то пожарный инвентарь был. Был песок. Песок был. Двигаемся дальше. Какие-то брезенты оставались. Засовшие уже. Они уже превратились в корочку, в такую жесткую. Тут у нас кто живет? А, это второй проход. Потом мы туда зайдем. Опять брезентики. Это, по всей видимости, лестница какая-то трепошная. Тельчик остался. Куча хлама с той стороны. Вижу фильтр от противогаза. И горстку противогазов сгнивших уже. Есть, опять же, набор из бункера, который мы уже видели ранее. Какие-то квадратные непонятные штуки. Бутыль с мочой. Так, что тут еще интересного есть. Куча какой-то стекловатты или что-то такое. Насыпано стекла. А, это вентиляция проходит в эту комнату. Блин, тут холодно, кстати. О, тоже противогазики. Здесь ящики вот с противогазами. С остатками. С остатками. Смотри. Это ёршик. Короче, всякий хлам. Очень много хлама. Банки. Какая-то горст банок. Чем отдам? Нифига себе. С разноцветными лампочками. Это что за прикол? А ну-ка, напишите в комментариях, для чего вообще нужны вот такие разноцветные лампочки. Для прикола или они что-то означают и где-то используются. Так, что тут еще есть у нас? Баллоны какие-то. Контейнер остался. Телевизор опять. Ну и шифер. Все. Тут ничего нет. Идем дальше. Нашли лестницу на второй этаж. Сейчас поднимемся, глянь. Что тут есть? Ух ты! Какая-то красота. Красота пошла. Все отваливается. Ух ты! Лестница какая! Сложенная в бок. Прям тут перда, оно все проселось. Машинописное бюро, ребят. Что тут? Машинописное бюро. Крутой телефон. Обязательно всем надо сделать вот так. Здесь архив какой-то в шкафу. С документами. Офигеть! 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 Просто офигеть! Картотека какая-то. Это реально гигантский архив. Куча-куча просто документов. Что это картотека? Да, оно разбухло короче и не работает. Правильно. Прям жестко разбухло. Расписание движения пассажирских самолетов из Риги с 1 января 91-го года. Москва-Шереметьево. Номер рейса ежедневно. Луганск. Львов. Посмотрите в какие города летали из Риги в 91-м году на аэрофлоте. А сейчас что? А сейчас из Риги можно улететь практически никуда. Нормально. Молодые дозорные родины. Так, что тут еще? Ну тут, короче, полностью одни архивы. Весь этаж архив. В угу какая-то херня стоит. Телефоны или не понятно, что там было. Продолжение архива только уже в другом формате. Тут какие-то планы местности. Я так понимаю, программа швартовных испытаний. Программа швартовных испытаний. Огромная вентиляция. Какая-то синяя странная жидкость. Такого причем ядерно-синего цвета. И что? И ничего. И больше ничего. Бля, тут вообще херня, короче. Полу. Тут прям полу жопа. Смотри, там аж щель. Я туда не хочу идти. Вот, видишь, она прям проламывается в середине. Такое себе. Нашли просто гигантскую часть этого архива. Наверное, самую большую. Вот с такими огромными стеллажами. И не полностью все заполнены документами. Так, ребятки. Вот тот прошлый кадр был. Прошли этот архив. Здесь еще один стеллаж. Вот такой с лесенкой наверх. Здесь надпись копировальная. И с начала ролика, где я залазил на rooftops. Это был вот этот вот такой красотаж. Он заползал вот туда. Вот. Я бы, на самом деле, так никогда бы не полез. Потому что я боюсь высоты. Сейчас зайдем туда вовнутрь. Глянем еще. Еще есть в архивах. Может сейчас интересная. Дикольная там? Я пытался не дышать, а так да. Так, ребятки. Вылезли мы вот из того только что здания. Сейчас будем двигаться дальше. Территория гигантская. Будем двигаться максимально быстро. Потому что нам надо успеть все заснять. Есть, блядь. Бомбочка. Хлопочка. Да. Да, бомбочка, блядь. Давай бахнем. Давай бахнем. Это, наверное, дымовая. Я уже бахну. Нет, ее не бахнули, блядь. Спешки не загорели. Все снимаем и заходим. Шат, ящик, блядь. Если ящик рванет, весь город об этом начинает. Короче. Нашли. Нашли, короче, вот такую воспламеняющуюся жидкость. Давай, чувак. Вот. И там страйкбольная тема вон лежит. Ну, типа дымовой шашки или как это называется. Я не знаю. И сейчас попробуем поджечь это все дело. Посмотрим. Вот там вот дальше ящик стоит вот этой самой лютой хрени. Если он загорится, то тут взорвется вообще вся эта. Весь город. Весь город. Весь город. Вот. Но мы его не будем, конечно же, поджигать. Мы поджжем вот эту вот дорожку. Так, сейчас будем смотреть, как это будет работать. Люка поджигает. Вот так красиво оно горит. Ждем, пока задымится шашка, которая лежит в конце. Если оно задымится. Что там кирпичами тушили? Оно, блин, само потухло. О, вроде это. Все, ребята, опять облом. Короче, мы решили поджечь целую банку. Вот Илюхе дошли шлем. Я тут отошел подальше, потому что оно взорвется. Я думаю, смачно. И он, Илюха в шлеме. И сейчас Илюха будет что-то делать. Ребятки, пришли. Короче, ничего не получилось с этой бомбой. Плюнули на нее, пошли дальше. Тут ряд гаражей. И один из них открылся у нас. А тут вот так вот. Опа. И печень стоит. Разбито. Уже тут кого-то раз экипировали? Похоже. Давай проверим. Нормоз, да? Контент. Тут квас закрытый. Закрытый? Да, новый. Не надо немножко напить. Классно. Я открою. Ты что будешь пить его? Ну он же... Закрытый. Что ты там делаешь? Ебать! Ёб... Ёбаный пиздец. Мать о боже. С пульками, блядь. Э, блядь. Люди добрые, поможем? Охереть. Нихрена себе, вот это контент подъехал. Страйкбольный пулемет. Охренеть, ребят. Он работает? И... Может попробовать. Он такой странный. Он не работает, потому что... Наверное, аккумулятор севший. Охренеть. Слушайте, а может это чья-то территория? Кто за ней смотрит, а? Да, там есть охранник. Серьезно? Да. Там охранник есть? Да. А что нам теперь бояться? Наверное, на трейд, да? Не-не, нам не побояться, а гусы спрашивают. Какая-то типа тачка, понял? Они на ней гоняют, короче, с нее стреляют. И стреляют с пулемета, да. Уху, а что здесь? Да. Фигеть. Да. Ничего себе, вот эта находка, ребят. Вот эта, да. Шесть. Я не ожидал такого найти, конечно. Короче, ребятки, где-то посеял опять перчатки. Это уже Димины перчатки. Первые перчатки я где-то потерял раньше свои. Вот мне Димон дал перчатки и где-то я их только что оставил. Сейчас будем искать с вами. Вот. И потом вернемся в гараж с этим пулеметом. По всей видимости, тут играет страйкбол. И эта машина на ходу, она рабочая. Вот. То ли это все дело может быть подзаброшено немножко, то ли это дело работает. И сюда ребята периодически приезжают для того, чтобы поиграть. Сейчас ищем перчик. Перчи должны быть где-то здесь. Банка так и не взорвалась. А где они могут быть? Я вот сюда отходил. Здесь нету. Блин, ну короче, буду сейчас искать. Пока ходил за перчатками, тут Илюха отремонтировал пулемет. И он теперь нормально стреляет. Правда, подача пуль не осуществляется. Через одну как-то. Он то стреляет, то не стреляет. Вот такая вот интересная находка у нас. Сейчас будем дальше смотреть, что есть. Короче, вернулся, я нашел перчатки. Тут Илюха починил пулемет. Пока все фоткали, все снимали контент. Он, короче, перестал опять работать. Прикиньте. Блин, обидка вообще жесткая. Но он очень плохо подавал пульки. Но сама находка впечатляет. Мы еще никогда такого не находили, чтобы еще и частично работал вот этот самый аппарат страйкбола. Просто пушка-бомба. Пришли вот оттуда. И сейчас, короче, у нас тут ситуация. Надо пролезать под этим забором. Поэтому сейчас полезем вот так вот, короче, под заборчиком. Вот так вот. И готово. Ага. Круто. Зашли вот в такой вот ангар здоровый. Пустой, но выглядит очень круто. У нас вот такой вот подъемчик погнал. Кто так, кто по-другому. Сейчас тоже полезно. Выглядит, конечно, это прям в безопасном месте, небезопасно. Залезли одну назад в верхушечку. Дима полез обратно. Пол тут такой сетчатый, не очень приятный. Сама решетка подваливается, проваливается. Да? Танцеешь на газоне? А как тут вообще газон вырос? Магия. Вышли, короче, из того ангара. Вон он. Я снимал внутри. И сейчас нашли железное металлическое ядро. Очень тяжелое. И вот там есть кран портовый. Мы хотим сейчас подняться. Кто-то будет подниматься на кран, кто-то останется снизу. И будем смотреть, как падает ядро. Сука, холодно. Пипец сегодня. Чуть-чуть выпей. Нормально? Нормально. Блин, не попало. Иди, заново делай. Пока мы хотели скидать. Выбрались в смысле территории. Ребятки, всем привет! А кто смотрел прошлое видео мое, где мы скидывали ядро, пытались попасть в стиральную машинку и не получилось. А потом приехали страйкбольные пацаны, мы оттуда свалили. И я вернулся на эту же территорию. Я Олег Прычанов. И мы продолжаем. Вот это здание, офисное здание, мы сейчас посетим, потому что там очень-очень много интерьера, по словам Ильи. Сейчас залезем, будем смотреть, короче, как это выглядит. За вас был такой же, как и в прошлый раз. Ребят, да что тут творят? Кто еще в кусты? Илюха, давай. А что вы делаете? Тикток, это тема, когда ты друг за другом повторяешь. Поэтому все должны сделать то же самое. А что делать? Я даже не видел. Смотри, я покажу, что тебе делать. Смотри, я покажу, что тебе делать. Снимайте. Это твой. А, ща, ща, да, да, да. Мне же надо это. Стой, давайте. Ну, дай рустук, собственно. Сейчас посмотрим, что они тут делают. Давай. Сейчас ты делай. Бля, я думал он сам стоит, он за ветку держится. И все это мы делали на заброке, ребята. Следующий проход у нас через окно. Ух ты, как красиво. Блин, тут будка охранника, вы как дебилы лезли. Все просто полный, да, он еще. Ой, это нельзя такое что-то. Лезет Олег. Смотри, угол острый. Лихо. Грудаком. Вот сюда, рукой. Во. Есть? Да, бля, за угол. Ну, момент, будет. Хочется. Подрожно, теперь. Фуна einer бля, ***. Фуна one. Опять яйцо ну знаешь. Да. Спасибо. Короче, меня закинули за штиряк. Теперь можно идти по комнату. что происходит вот тут лифчик был сразу попадаем на территорию лифта сотри арабская но серьезно короче так а тут пока вниз можно пройти вот корнисты по ним пройти просто зацепился такой короче чуть не навернулся ой тут дыра в потолке это тут окна закрыты о чем говорит открыты а вот то последнее открыто блин а тут крыша короче на право ой нинь короче там проехал какой-то бусик крыша просто максимально проваливается подвесом если для нее полностью встать можно улететь на нижний этаж а значит еще надо всего лишь ручка нужно вот это размукашки ручку вот ручка полуваляется вот это контент а тут на ключ на тут на ключ а нету просто ой тут прям замок разбит я пытались отковырять походу не открывается ручки ну попробуем в другом месте что-то есть у нас там сейф сейф ключи есть короче туалетная бумага бля трубу срать хочется сильно ой это за хуйня стынь вот это что это что это доводчик доводчик о добрый вечер здесь значит здесь была касса здесь выдавали зарплату потому как мы нашли сейф а ну не хера блин кто-то пытался сверлили его пытались вскрыть болваны просто нужно установить 3 нитротолуол по бокам справа и слева но по-любому из-за этого не скрыть отойти на безопасное расстояние и захерячить этот свет так вон там запаянные эти дырки внутри запаянные? да ну вот так да потому что вот дырка же так это просверлили уже а давайте урожим его блин ты что гладишь? да это полпрофальлис опять ничего не оставили блин ой тут прям стекла выбиты блин что прикол эти стекла купить постоянно хотя выбили именно вовнутрь видишь выбито вовнутрь стекло да кто то камень кинул да и пики блин ну что за люди вот на хера кидать камень в окно вот в чем прикол посмотри то что есть аппараты это что такое модель FX1170 Epson принтер или что это? ну блин не похож как он здорово принтер действительно переворнутый просто вверх дном и поэтому сразу непонятно что это принтер здесь тоже окно выбито вот там вот крана из прошлого видео где мы камень кидали такс шо тут еще есть листики бумаг телефонius о нифига тут прикольно тут фильтр ну не фильтр а этот фляга здесь микроволновка какая-то духовка микроволновка возможно кухня была или что-то типа такого тут интересно кстати такой шкаф прикольный а это си оу красоты его тоже вываривали вот здесь вот видно вырезано его пытались открыть вот такой палкой ребятки ребятушки идите ко мне вот тут шкаф повалил ребятки иди сюда идите сюда смотри сейф вскрывали сейф это сейф этот он закрыт его таки не вскрыли его выварили блять разбили внизу вывали ну скорее всего через дно может быть пробили я просто не вижу меня на чем откуда встать ногой сейф 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 но он решил немножко загрессировать смотри блин ну он реально гигантский его пытались вырезать смотри его резали болгар болгарка и его так и не открыли я так понял может и открыли а потом закрыли вряд ли сейф тут не один насколько я понимаю но один это ручки стояли здесь а вот здесь скорее всего сам замер интересно короче сейф такой подожди подожди вот это наверно сам засов тут короче блин куста есть смотри смотри это сам механизм упор не он не двигается короче галя нет он не двигается дальше он дальше двигается потому что он упирается там короче вот такой сейф мы уже не первый раз находим сейфы на заброшках к сожалению они либо закрыты либо они открыты сейфы либо закрыты либо они открыты поняли да когда открыты то их обычно как-то вот раскурочивают то есть не и ключи находят а именно прямо раскурочивают флам там термитом выжигали где-то в испании есть ролик где мы нашли сейф в доме торговцы оружием там прям вырезали в сейф термитом выжгли ладно погнали на другой этаж короче этаж закончился вот на следующий этаж нашел интересную комнату вот такое кожаное сиденье идет по кругу и мишени для тира как будто по ним стреляли причем с отверстиями от пульс кто-то просто привез просто привез может быть не знаю не знаю не знаю не знаю не знаю не знаю короче ребятки мы выяснили почему там есть мишени для чего они потому что тут проводились или проводятся до сих пор страйкбольные игры здесь страйкбольная тренировка здесь вот прям в стенах отверстия сделаны и целый полигон короче для тренировок везде мишеньки поэтому сейчас двигаем на следующий этаж посмотрим что там так мы залезли на последний этаж чтобы посмотреть что тут еще у нас осталось 5 комнаты какие-то непонятные штуки машины что это такое рентген или что это такое бомба пушка пушка петарда или это фотоаппарат подходите будут фотографировать вас вот так вот он выглядит внутри но вот тут включить ум это не рентгеновский я не знаю как рентгеновский но у тебя он показывает что-нибудь рентгенометр нет аппарат не рентгеновский ну да наверное если а не возможно не это аппараты были это предметная съемка а слушай сюда видишь что посаду скорее всего фотографии какие-то фотографировали ну типа вот картины или фотографии или что-то по идее что-то старое видишь здесь лампы освещения и получается объектив ровно направлен вот сюда батареи 3r12 ну помню какие раньше были выгружка ну не помню давайте с вами форточку посмотрим какой тут вид красивый прекрасный великолепный чудесный оооо первый черкаш мы тут решили банки с краской не нет осталась одна банка не распил блин у черкаш мы один нарисован смотри да вообще я всегда думал про комментируйте пожалуйста Олега правильно он поступил вот смотрите когда оставил сейчас или вы задаетесь вопросом как реально насрать на стену ответ здесь просто кидают банку просто я вам покажу это реально черкаш так ребята дебаты выходят на новый уровень перед нами человек макак защищает партию monkey beaches что скажете человек макак ну понятно а что вы хотели от человека макака молодец он все правильно сказал я могу перевести он сказал бананом бананом глубоко и всегда правильно подтвердил выбрались ребятки на крышу это последний этаж сейчас посмотрим что тут есть вокруг у нас как это все выглядит красиво прямо внизу блин может шлипу могут сделать могут только чопов сами угостить выход к солнцу вот и наш порт в котором мы уже были в прошлом видосе с вами надо будет туда вернуться наверное и скинуть ядро еще раз ну-ка напишите в комментах кто хочет чтобы мы туда вернулись и скинули еще раз ядро и попали наконец-таки в стиральную машину он оттуда ангар этот виднеется большой круто выглядит сейчас мы будем ждать закат чтобы сделать красивые снимки и будем спускаться заканчивать на сегодня на сегодня съемки потому что уже много локаций посетили и хочется отдохнуть кому понравился контент обязательно ставьте лайк пишите комментарии ну там вы сами знаете подписывайтесь на канал если интересно пишите комменты обязательно буду отвечать на все хочу вам сказать что обязательно подпишитесь на меня в инстаграм ладно короче все всем пока спасибо большое за просмотр спасибо